Вчерашнюю чушь Путина восхваляют в том числе и за экологический поворот. Вот теперь-то еще немного, и потекут прозрачные до хрустальности реки, вдохнется полной грудью насыщенный кислородом воздух и защебечут белки по лесам. В реальности маркером экологической политики являются не очередная ложь Путина, а переполненные мусорные полигоны, вырубаемые китайцами тайга и реки, в которые дружки Путина сливают нефть из проржавевших насквозь хранилищ. Пропаганда уже взорвалась воплями о том, что Россия вырывает экологическую повестку из жадных западных лап и устанавливает новые стандарты. Это не в Европе, уже почти 40% электроэнергетики опирается на возобновляемые источники, надо понимать, а именно Россия, не способная газифицировать свою собственную территорию, где Дальний Восток и Литува топят дровами и в 21 веке будет устанавливать свои стандарты. На сегодняшнем экологическом саммите именно Путин будет задавать тон, рассказывая открывшим рот империалистам о небывалых достижениях энергетической сверхдержавы, обладающей всем спектром энергетических технологий в любых количествах и объемах. Поставлена задача создать компактные супераккумуляторы, накапливающие потребные количества вырабатываемой энергии. Ага, страна, которая не способна производить бытовые пальчиковые батарейки, теперь-то точно создаст и аккумуляторы, и целую индустрию вокруг них. Экологическая повестка давным-давно перехвачена развитыми странами, которые навязывают ее развитым и слаборазвитым, вроде России. Естественно, со своими интересами. И за их экологию будем платить мы, вытаскивая из своих тощих кошельков все новые и новые деньги. И не потому что империалисты хитрые, а потому что кремлевские тупые и жадные. Путин, как всегда, с опозданием лет на 10-15 вдруг увидел, что экология, это новая нефть, которую уже вовсю качают иностранцы. Но он опоздал, и опоздал фатально, туда его никто не пустит. Там люди куда как поумнее его дела делают, а парни из подворотен могут только битами выколачивать последнее. Не по их уму эта повестка. Сегодня Путин на саммите по экологии будет что-то такое бла-бла-бла. Но его позвали не для того, чтобы слушать его ахинею, а чтобы поставить условия, которые он будет выполнять, даже если вслух станут произноситься какие-то грозные заявления. Банкрот никого не интересует ни как партнер, ни даже как собеседник. Его просто едят.